Есть много мыслей, которых хотелось принести. Да, Багман Николаевич, спасибо, что напомнили нам о вреде Айкосов и церковной Десятине. Давайте все-таки поговорим более подробно о возрастных аспектах скрининга коллектального рака. Именно такая задача ставилась мне организаторами. Мы уже понимаем, что очень важна реализация какой-то скрининговой программы в стране, потому что есть сейчас три основных тренда в современном мире в развитии колоректального рака. И первый тренд, он самый неблагоприятный, и сюда, к сожалению, относится наша страна, в которой растут и показатели заболеваемости колоректального рака, и показатели смертности. Другая группа стран, Великобритания, которую мы сегодня уже упоминали, растет заболеваемость, но благодаря вот этим национальным скрининговым программам на этом фоне растет смертность. И страны снижается смертность, и страны, где снижается и заболеваемость, и смертность. И вот это не только суперразвитые экономические страны, это и Чехия, опыт которой невероятно интересен, это отдельный вообще разговор, я очень углубился как-то в эту тему, они за 20-25 лет изменили ситуацию просто кардинально. А, к сожалению, мы вот здесь. Как это выглядит? Ну, вот прежде чем мы более подробно разберем возрастные аспекты, Бадмай Николаевич немножко меня опередил, вот вопрос, вопросы для обсуждения. В каком возрасте надо начинать скрининговые программы в стране и в вашем регионе, и в каком возрасте надо завершать скрининг колоректального рака. Вот у нас продвинутая аудитория, мы уже в течение трех часов слушаем про колоректальный рак. Вопрос для аудитории. Пациенты средней группы риска, у которых нет отягощенного анамнеза, семейного или личного анамнеза по колоректальному раку, нет клинических проявлений, нет в языках. В каком возрасте надо начинать скрининг колоректального рака в этой вот категории людей? В 40 лет, в 45, в 48 или в 50? Кто думает, что в 40 лет? Это личное мнение? Нет, это на основании вот нашей сегодняшней реальности. Наши законодательства и зависят от региона. Кто считает, что в 40 лет? В 40. Кто в 45? В 48, такая странная цифра, и в 50. Ну, примерно так, поровну разделились. Давайте разберем эти вопросы более подробно. 2008 год рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения по скринингу колоректального рака. 10 лет, больше 10 лет этому документу. Интересна в нем личность. Игорь Львович Халиф, представитель Института холопрактологии. Наш с вами коллега эндоскопист Даглас Рекс, который мы постоянно вспоминаем на каждой конференции. И профессор Ламбер. Ламбер – это учитель одного из экспертов этого мероприятия. Это человек, которого профессор Кире Паншо называет своим учителем. Вот я бы их отметил. Они все в этом списке авторов. И четко указан возраст начала скрининга для лиц среднего риска, о котором мы говорили. Это 50 лет. Напомню, 10 лет этому документу. Что происходит в Российской Федерации? Вот данные 2018 года, если мы обратим внимание на возраст, в котором выявляется, ставится диагноз рака прямой ободочной кишки, обратите внимание, он все-таки увеличивается. Это 10 лет назад, а вот 2018 год. Для рака ободочной кишки это 68 лет, у женщин вообще почти 70 лет. То есть все-таки это возраст вот такой. Надо это прекрасно понимать. Но еще в 2000-х годах американцы заметили, что не все так просто. Они посмотрели и поняли, что доля пациентов с колоректальным раком в возрасте меньше 50 лет составляла в 2000 году 6%, а вот в 2013 году уже составила 11%. То есть несмотря на то, что общий возраст достаточно высокий, вот эта доля молодых, она растет. Вернемся в наши реалии. Вот на 2018 год это регионы с самой высокой заболеваемостью раком ободочной кишки. Архангельская область, это вот Российская Федерация, было 30 случаев на 100 тысяч населения. Лидер Архангельская область, Ярославль на втором месте. В этом списке. И мы начали более подробно изучать, а что происходит в этой группе населения, заболевших по возрасту. И поняли, что, конечно, речь идет о пациентах старше 65-70 лет. Посмотрите, как резко увеличивается заболеваемость в этом возрасте. Почти 300 случаев на 100 тысяч населения. Это именно такие цифры есть. Категория населения достаточно небольшая. И уровень заболеваемости в этой группе, в небольшой группе, очень высокий. Но вот этот перелом начинается примерно приблизительно в этом возрасте. И мы акцентировались именно на лицах моложе 50 лет. И поняли, что в нашей ярославской действительности за последние 5 лет происходят значительные изменения. И касается это, в первую очередь, у молодых мужчин, у которых заболеваемость с 2,5 случаев на 100 тысяч населения увеличилась больше, чем до 5. И вообще в этой группе среди мужчин и женщин, оба пола, заболеваемость у молодых до 50 лет, я имею в виду, оба пола, это 56%. Вот такая тенденция, это не только где-то там за океаном, это в наших ярославских реалиях. В каком же возрасте надо начинать скрининг пола ректального рака? Давайте уйдем от эмоциональной составляющей все-таки к нашему существующему законодательству. Вы говорите, что надо смотреть по регионам. Наши законодатели так не считают. У нас есть, надо вспомнить приказ, такой бахальный приказ, 10.06.2012 года, где нашей теме была посвящена вот такая фраза. Исследование Калмы-Скрытой Крот гражданам в возрасте 45 лет и сташе. Все. Понимай, как хочешь. Каждый год эти приказы обновлялись. В 2015 году это приказ 36Н. Здесь уже появляются слова «иммунохимический метод». Хотя допускается проведение двояковой пробы и меняется возраст. Это 48 лет. Не зря в своем вопросе я задал свой вопрос по 48 лет. Да, на самом деле в 2015 году был именно такой приказ. И возраст. Изменился возраст не только начала, но и ограничение, завершение скрининговых программ. 75 лет. Ну и совершенно новый приказ в марте 2019 года. Обратите внимание, здесь уже более подробно расписаны возрастные группы. Сейчас в соответствии с действующим актуальным приказом возраст 40 лет. И смотрите, иммунохимический метод, никакой другой, качественный и вот появилось количественный. Это отдельная тема. Раз в два года. А вот в той группе, которой я вот говорил, максимально высокой заболеваемости, 65-75 лет, тест кала на скрытую кровь ежегодно. То есть вот таким мы живем сейчас в такой юридической реалии. И, конечно, основа скрининговых программ – это тест кала. Это не эндоскопические методики. Это тест кала на скрытую кровь. Исмар Бос, один гастроэнтеролог, считает его одним из основателей этой науки. Еще 100 лет назад в своей работе в Ейцеге писал, что метод исследования кала с помощью гуаяка наиболее безопасный и чувствительный. Вот он так видел себе 100 лет назад проведение теста кала на скрытую кровь. У американцев много шуток в интернете, в том числе на эту тему. Даже собаки обсуждают, говорят, что это проще, чем сдать тест кала на скрытую кровь. То есть такая мотивационная составляющая. А что происходит с итогом всех наших усилий? Я сказал, что Ярославль находится на втором месте в России по заболеваемости. А вот регион с самой высокой смертностью от рака ободочной кишки. И посмотрите, Ярославль здесь уже не на втором месте, а на девятом. И вот сейчас мы обсуждали с Алексеем Александровичем Севастополь. Сюда вошел Севастополь на втором месте. Это, конечно, не республика Крым, но как составляющая часть этого региона, Севастополь на втором месте по смертности от рака ободочной кишки, хотя в лидерах по заболеваемости его нет. Мы начали изучать дальше и посмотрели, на каких стадиях выявляется рак ободочной кишки в Российской Федерации. Эти данные все есть в открытом доступе. И в нашем Ярославском регионе. И поняли, что вот такая тенденция, Ярославль оранжевый, тенденция диагностики рака ободочной кишки на первой-второй стадии, это, считается, относится к ранней диагностике, в целом лучше, чем у Российской Федерации. И, возможно, это приводит к тому, что мы из региона с высокой высоченной заболеваемостью смещаемся на девятое место среди регионов с высокой смертностью. И продолжили изучать этот вопрос, и пришла идея, используем такую цитату Эйнштейна, эта идея, она не то, что мы ее придумывали, она пришла достаточно неожиданно на конференции на ЕС-2019. Алексей Викторович представил тогда данные по эндоскопическим исследованиям, которые проводятся в целом по Российской Федерации. И мы решили изучить этот вопрос у себя, в своем Ярославском регионе, и поняли, что, несмотря на то, что Ярославль, Ярославская область достаточно небольшая, она не такая размазанная, как Банман Николаевич Бель, Калмыкия, она достаточно компактная, и в нашем Ярославском регионе выполняется, мы рассчитали количество холмоскопии на 100 тысяч населения. И у нас получилось, что в нашем регионе количество холмоскопии на 100 тысяч населения в два раза больше, чем в среднем в Российской Федерации. И количество полипектомий, здесь не настолько принципиальная разница, но, тем не менее, этот показатель тоже рассчитан на 100 тысяч населения в год, мы выполняем в нашей Ярославской действительности больше, чем в целом выполняется по стране. Вопрос, когда надо завершать привлечение людей в скрининговые программы по полуэректальному раку, и в приказе, 124-м актуальном приказе, этот возраст строго определен 75 лет, дальше написано так, что индивидуально. Индивидуально. Если мы возьмем... То есть получается, что вот эта группа населения с максимально высокой заболеваемостью, оно по большому счету, согласно этому приказу, из скрининговых программ выпадает, и эти люди должны повлекаться по индивидуальным. А вот что говорят рекомендации Соединенных Штатов Америки. Здесь немножко тоже есть ссылка на возраст, он тоже примерно 75 лет, но здесь больше идет акцент на ожидаемую продолжительность жизни. То есть если ожидается, что она менее 5 лет, пациент, болезнь альцгеймера, сердечная недостаточность, или состояние так называемого высокого риска, то не надо пациентов привлекать в скрининговые программы. Это не имеет какого-то серьезного смысла. Ну и говоря об этой непростой группе населения, пациентов, наших пациентов в такой возрастной группе, старше 65-70 лет, конечно, подготовка к колоноскопии таких пациентов достаточно непростая. И вот здесь хотелось вспомнить выступление Ярослава Регубы, эксперта этой конференции, который в прошлом году на Европейской гастроэнтерологической неделе представлял большое исследование, европейское исследование из 16 центров, в которых использовался трисульфат для подготовки к колоноскопии. И почти 90% пациентов подготовились к колоноскопии хорошо и отлично. И надо отметить, что вот почти 40% этих пациентов были в возрасте именно в той возрастной группе старше 65 лет. И вот они. И единственное пока в России регистрационном исследовании, посвященном трисульфатам, изекленном, про котором мы сегодня уже упоминали и говорили, исследовании, в котором наша Ярославская онкологическая больница приняла участие, и тоже сегодня упоминали, почти 20% пациентов, которые мы были вовлечены в это регистрационное исследование, были как раз люди старше 65 лет. И когда мы оценивали качество подготовки кишечника к колоноскопии, по постановской шкале это проводилось, максимальное количество 9 баллов, изеклен, максимальное, практически максимальное количество баллов, 8, больше 8 баллов, средняя оценка очищения толстой кишки. И вот показатель, один из показателей качественной колоноскопии, это проведение осмотра всех отделов кишки, интубации слепой кишки и в использовании полиэтиленглиполя в форфтрансе и трисульфатов эзитлена составлял больше 98%. То есть препарат и в нашей реальной действительности показал себя эффективным и безопасным. И возвращаясь к моему вопросу, который я спрашивал вначале, задавал вначале, начало скрининговых, возраст начала скрининговых программ в нашей стране составляет в соответствии с нашим актуальным 124 приказом 40 лет. Ну и присоединюсь к словам о том, что формирование, необходимо формирование общественное мнение о необходимости обследования и выявлении колоректального рака. И напомнить тем, кто участвовал в этом мероприятии, а кто не участвовал, рассказать, что летом этого года в рамках Ярославского эндоскопического симпозиума состоялся вот такой крупный забег по историческому центру Ярославля под эгидой, вот под таким лозунгом «Вместе против колоректального рака». И вот мы свой вклад в это сделали не только проведением вот того большого количества колоноскопии 1200 на 100 тысяч населения, но и вот таким информационным поводом, забегом и привлечением общественности к этой проблеме. Ну и добро пожаловать в Ярославль. В следующем году не забудьте взять с собой красотки. Огромное спасибо за доклад и за то, что вы так регламировались. Коллеги, у кого вопросы? Это любовь, как вы знаете. Мы постоянно приятно общаться с человеком, который хорошо во всем разбирается. Я маленький-маленький такой штрих хочу сказать. Он в российских рекомендациях как-то так замазан, а если читать глубоко американский, мне просто иногда проще на английский учиться, там написано, что мы заканчиваем скрин в возрасте таком-то, там 85, например, там 85, при наличии постоянной истории скрининга накануне, до этого. То есть, если человек в первой жизни к вам пришел, то мы не можем его бросить. То есть, если человек в первой жизни вам пришел 86 лет, или 76 у нас по закону, то вы все равно обязаны что-то сделать, что ничего не было накануне. Нет, как правило? Да, но вот мы все-таки говорим, напомню, еще раз акцентировать внимание, даже приказ называется о диспансеризации здорового населения. Подразумевается, что это здоровые люди. И еще обращу внимание, мы все время говорим, это не скрининг, это не скрининговые программы, но вот в этом приказе во многих местах дублируется обследование здорового населения в скобочках скрининг, скрининг, скрининг. То есть, вот слово скрининг идет в приказе такой вот красной линии практически во всех пунктах. Дмитрий Петрович, вот просто сейчас сразу это принципиальный вопрос, все-таки здорового или бессимптомного? Потому что во многих, я читаю, именно бессимптомного. Приказ о диспансеризации здорового населения. Название приказа. Нет, для вас скрининг это бессимптомное население или здоровое население? Ах, здоровое. Наверное, все-таки бессимптомного. Наверное, все-таки бессимптомного. Это приказ, который говорит не о скрининге колоректагного рака, а приказ, который мы цитируем, он говорит о диспансеризации вообще всех группы профилактических осмотров и так далее. А мы говорим вот конкретно сейчас, сегодня круглый стол у нас о скрининге. Это такой ключевой момент для нас. Потому что мы говорим, например, я извиняюсь, язвенный колит болезнь кровная. Никак назвать это пациентом здоровым населением нельзя, но мы же включаем их как спецгруппа. Значит, это все-таки бессимптомный, например, в ремиссии язвенного колита. Или опять-таки пациенты, которые перенесли полипектонию в личном анамнете. У них нет никаких жалоб, но мы продолжаем наблюдать, являются ли они пациентами скрининга или нет. Вот это мой вопрос. Они бессимптомны. У них была полипектомия. Они могут подлежать скринингу или не могут? Ну, вот мы постоянно, наверное, дискутируем, это скрининг или все-таки обследование пациентов. В чем разница скрининга? Соглашусь с вами, что пункт про тест хала на скрытой крови, он, по-моему, идет 14 или 15 пунктом после массы других обследований. Все-таки есть скрининг, все-таки, наверное, пациентов, которым нет какого-то анамнеза, заболеваний, про которых вы говорите, язвенного колита или личного анамнеза полипов. И вот этой группы населения все-таки, наверное, не относятся к скринингу. Такой вопрос, по поводу, мы говорим про показания к колоноскопии, мы говорим про скрининг, но есть еще основания к колоноскопии. Я просто могу сказать, что на нашем опыте я проанализировал 600 колоноскопий без учета возраста. И мы, кстати, предлагаем пациентам удаление полипов сразу при обнаружении при первичной колоноскопии. Из этих 600 человек, 600 колоноскопий, 320 были пациенты, у которых были обнаружены новообразования аденоматозные, включая зубчатые новообразования, они были удалены. И из этих 320 человек, 48 были моложе 45 лет и 22 моложе 30 лет. Да, действительно, это не скрининг, это те пациенты, которые обращались, ну, по каким-то причинам, кто-то с какими-то жалобами, у кого-то были жалобы по типу СРК, у кого-то просто было какое-то тревожное состояние, он хотел проверить свой кишечник и пройти колоноскопии. Но мы, как видим, в принципе, это не зря. Это одна шестая часть. Одна шестая часть пациентов новообразования. Ну, я думаю, что как раз ваши слова подтверждают, вот, вообще, не только в Ярославле, а и в Республике Крым, потому что во всех регионах нашей страны примерно ситуация, если изучить, она будет достаточно более-менее одинакова. А может, это встречный вопрос? Алексей Александрович, а скажите, пожалуйста, из этих 600 человек сколько к вам пришли уже на повторную колоноскопию или были какие-то дуэтовые исследования? Я не готов сейчас ответить. Вы анализировали это? Нет, я не проанализировал, поэтому я не готов. А это тоже очень важно, особенно, когда в центре публикации, да, я всегда говорю, не скрининг, а мероприятия, направленные на раннее выявление полуректального рака. Очень важно понимать, о какой медицинской организации мы говорим. Когда это специализированный экспертный центр, а у вас специализированный экспертный центр, туда чаще всего попадают пациенты, уже которые либо направлены на поликоктомию, либо уже были какие-то действительно серьезные жалобы. То же самое и про Ярославский онкологический центр, да, опять-таки мы говорим, что к вам чаще попадают пациенты и приходят уже все-таки либо это с предшествующей поликоктомией в анамнезе, либо имели какие-то действительно жалобы. То есть это не истинный скрининг. То, что мы видим в рутинных, просто базисных аэроскопических кабинетах, как районной больницы. Там цифры будут совсем другие. И вероятнее всего, что для анализа нам нужно использовать не только данные экспертных центров, а все-таки брать данные из абсолютно рутинной практики, поскольку скрининг все-таки либо здоровый, либо присимпромный, не важно, никак не направлен нас к учреждению. И второй момент. Мы все время отталкиваемся от статистических данных, в том числе от ежегодной публикации этого сборника, редакции Каплина Старинского. Но, насколько мне известно, это все формируется на основании данных из государственных учреждений. У нас уже достаточно большой сектор коммерческих учреждений, где, в том числе, достаточно на высоком уровне выполняются эндоскопические вмешательства. Это не учтено вообще никак. Нет, не соглашусь с вами, потому что это все-таки статистика по онкологическим заболеваниям, которые большинству пациентов, подавляющее большинство лечатся в онкологических учреждениях государственных. Даже если они там не лечатся, то при их выявлении должна быть, напомню вам, форма извещения впервые в жизнеустановленном диагнозе. Должна быть написана, это подразумевается, что этот пациент будет участвовать. Ее впервые выявлено. Еще вопрос. У меня, собственно, вопрос был. Похоже, у них там денег много. Как бы, ну вот в обычной жизни, когда человек приходит на колос, как минимум, шли поливчик, было бы более экономически выгодно для учреждения второй раз его положить с госпитализацией? Частный пункт. А, частный, честно. А можно короткий вопрос, я все-таки, вот, Алексей Александрович, а тесты в Крыму сдали люди, здоровые пациенты, тесты каломо-скрытой крови, это имеет такой вот массовости или... Массовости нет. Массовости нет. Более того, пациент... Это, кстати, тоже большая проблема, потому что приходит огромное количество людей с анемией, которые уже пьют железо по несколько лет, им лечат эту анемию, при этом теста каломо-скрытую кровь не было никогда. Ну вот и почему возникает вопрос, есть ли смысл придумывать какие-то новые, там, специальные программы, может выполнить тот приказ, который есть, и, может быть, это изменит в какой-то части ситуацию? Это, может быть, такой вопрос общий, но он в вашу сторону, Алексей Викторович, потому что вы организатор здравоохранения. Спасибо. Спасибо, коллеги, поплодируйте. В следующем докладе...